Добрый день! Меня зовут Игорь Сложенко, я являюсь владельцем компании ArtPochta. Мы занимаемся перевозкой искусства, являемся экспертами данной области. Доставляли Энди Орхова, доставляли Бэнкси, участвовали во всех знаковых проектах арт-рынка на нашей планете. И для вас разработали курс, связанный с как перевозить искусство, какие инструменты использовать, какие проблемы, какие риски есть. В наших условиях, в настоящих условиях, на что обратить внимание, как выбрать перевозчика, как упаковать, на что обратить внимание при страховании груза, как разработать маршрут, если вы являетесь владельцем галереи, если являетесь куратором, арт-менеджером, который создает какую-то коллекцию искусства, нужно отправить за границу, если художник, если музей, то есть курс для вас. Вы узнаете про законы, вы узнаете про таможенные правила, как паковать, как упаковать груз, какую упаковку использовать, какой транспорт использовать, какие, опять же, риски, как их снизить. Все то, что не хватает вам для ведения полной коммерческой организационной деятельности, связанной с искусством. Ведь учат много всему, как формировать искусство, но как перевозить, учат мало где и мало как это можно вообще, где получить информацию. Поэтому приходи на курс, узнаешь много интересной информации. Информация подается активным образом, как вот данное вращение будет интересной и много полезных информаций. И самые важные примеры, примеры, еще раз примеры. Приходи. Описав, как происходит схема правки искусства у нас в компании, в арт-почте, Дело в том, что перед тем, как вообще чего-то начать делать, нужно ждать, в любом действии постановиться, подумать и нарисовать план, схему движения. В логистике все то же самое, то есть нарисовать план движения, как раз уже сказали. У нас это начинается с консультации. И, собственно говоря, почему это логистика, это искусство, так как, задав определенное количество экспертных вопросов, получая на них ответ, менеджер, логист, он начинает формировать маршрут, маршрут перевозки и движение груза, где, что нужно сделать, понимая сроки, понимая характер груза, свойства груза. То есть, опять же, для перевозчика, то есть для экспедитора, ваше искусство – это груз. Для таможни – это любое искусство, это товар. Поэтому мы будем говорить груз, товар, то есть такие гравиатуры тоже будут проскакивать, терминологии. Соответственно, то есть все начинается с консультации. Важно, очень важно понять, что конкретно нужно, что конкретно нужно сделать, потому что на стадии обращения некоторые стесняются, то есть продают свою работу и такие – нет, это личная вещь, она стоит совсем недорого. Да и сроки нам не важны, дайте нам низкую цену. Цена не самая важная, я вам скажу, не самая важная в логистике, как бы это бы ни звучало. Почему? Важна сама схема, как она будет происходить, насколько, как долго будет груз на хранение быть там в транзитной зоне. Сколько будет вот как раз вот перегрузок и сколько он там будет храниться, какие будут использованы упаковки, какая будет выбрана процедура таможенного оформления и какой срок доставки. То есть зная этот момент консультации, логист может построить, особенно культиозки, искусство, правильно выстроить цепочку, структуру сделки, таким образом минимизировав, в конце концов, издержки заказчика. На практике как получается то, что я пример привел, и вдруг тут заказчик такой, а я боюсь, не знаю, чего, как, ну и как, не знаю, как мне представить, чтобы мне дали низкую цену, и начинает везде-везде зажимать, зажимать, зажимать. Там позиции, не договаривать, по-другому говоря. И вот процесс, все, мы договорились на тех условиях, то есть убрали лишние услуги, увеличение сроки, мы забираем груз, пора отправлять, и клиент говорит. Кстати, забыл сказать, это картинник на выставку, режим ввоза в ту страну временный, и после выставки мне их нужно увозить, и, кстати, доставить их нужно уже завтра после обеда. Ба-бам! Приклыли. То есть информации на стадии переговоров не было, заявка у нас, кстати, у нас будет еще одна лекция, стоит следующий заявок, то есть по экспедиторским документам, что мне должно быть указано. Заявки этого нет, и получается, та структура движения, которая была построена, она совершенно не соответствует, ну, задачи, которые клиент меняет, перебывается в процессе общения, уже движения. Но у нас есть заявка, и, в общем-то, мы можем действовать согласно этой заявке и не менять структуру. Другое дело, что важно, чтобы и клиент соответствовал его пониманию, поэтому в каких-то моментах проще тормознуть. Поэтому, чтобы здесь вот поставить точку, в консультации нужно максимально дать полную информацию, кто отправитель, кто получатель, какие сроки, габариты, есть ли стекло. Тоже пример я в прошлый раз проводил, доставляли пару лет назад в Восточный экономический форум. Клиент дал описание 135 картин, а в итоге он ошибся, оказывается, он забыл сказать, что там есть стекло. Ну, мы-то уже сделали, он уже заплатил, у нас в договоре были, что картины без стекла, все-то забираем. И он говорит, я забыл, мы уже сделали 103, там картины большие были, по задаче каждый имеет свою выпадовку, 135 ящиков, переделывать их, как сроки, 3 дня, начало выставки. Мы рискнули, отправили одно стекло, только треснуло, да, бывают страховые случаи, кстати говоря. И страховщики, это тоже участники логистики. Все разрешили, все нервно, все хорошо. У нас другого выбора не было, надо было спасать ситуацию, тем более, столько правительства было. Вот, но задача со стороны заказчика, либо он забыл, либо он специально забыл. А ящики, в чем проблема была? То, что ящики под картины стекло, они немножко имеют другую особенность, плюс нужно было, ну, мы это сделали скотчем на блоковке, проговорим картины стекло. Вот, ну, ящики, они больше, несколько по размеру, чтобы сделать амортизатор. Но в консультации этого не было. Да, мы доставку сделали идеально, партнеры наши сработали в Владивостоке идеально, но на стадии консультации не сказал клиенту информацию. Поэтому будете вы контролировать, будете сами организовывать. Эти вопросы нужно обязательно задавать и составить. Если вы профессионально будете связываться и уже являетесь какой-то, скажем, опыт, то нужно на стадии переговоров получить, что из, в общем-то, основное то, что устанавливается определенный перечень экспедиторских документов и порядок их оказаний. Вот, что, за что отвечает клиент, если у нас с вами есть, как бы, с юрлицом, то здесь, понятно, может быть, и ряд других законодательских баз. Хотя, если мы с вами говорим в отношении частного лица, то здесь еще идет гражданский кодекс, конституция, может, там какие-то паровая быть и обязанности. То есть частным лицом достаточно сложнее. Сделаны процедуры и ответственность другая, например, при нарушении сроков доставки частное лицо имеет право, имеет право подать жалобу, обратиться в суд, и экспедитор, перевозчик должны быть компенсируют 3% стоимости перевозки, но не более 80%. То есть, понимаете, какие большие суммы, то есть 3% в день, в день, 3% в день от стоимости. Это регулируется, там, и гражданским кодексом, и там могут быть и другие разные нормативные акты. Поэтому в отношении правил перевозки, в отношении частных лиц, очень четко все регулируется. Поэтому экспедиторы относятся особенно ответственно к перевозке грузов, и в том числе, чтобы спланировать маршрут заранее, чтобы спланировать процессы разные, что включено в срок доставки. Обычно будем сейчас дальше. Например, в наших документах, мы будем стоять на данный курс, как у нас, видите, в городе, это выверенный, сверенный, нет лишней информации, но при этом он понятный, читабельный и рабочий. Так вот, в наших услугах, если брать, то мы из срока доставки всегда, всегда, то есть такие вот, мы можем обсуждать договор через форму протокола, разногласия или еще что-то, но мы всегда исключаем из срока доставки выходные, праздничные дни, как в стране отправления, как в стране назначения, исключаем временные таможенные процедуры, оформления, исключаем, не входит в срок доставки по нашему, опять же, на нашей практике, на нашем договоре, не входит в срок доставки и время подготовки документов, потому что, если документов не хватает, конечно же, заказчик им должен подоставить исполнителю, исполнителю идти и дальше согласовывать. Вот, раз, мы их исключаем. И на подготовку груза, как я уже сказал, упаковку, и полного предоставления документов. Вот, в том числе, если какие-то есть там форс-мажорные обстоятельства, то есть мы можем отвечать, опять же, в нашем договоре, только за, скажем, забрать от клиента и доставить в наш склад. Почему это упаковка? Мы еще не можем, опять же, 3% за каждый день. То есть мы зачастую понимаем, что доставить груз, они просто в США, посредством авиа, можем там за 3-5 дней, напишем 30, 50, 60, 100 дней, в зависимости от сложности сделки. Это связано, собственно, с тем, что необходимо подготовить документы, могут быть какие-то форс-мажорные ситуации, обстоятельства. Это, в общем, сразу прописываем договоры, чтобы не было каких-либо конфликтных ситуаций. Да, сделаем быстрее, отлично, чтобы стоить больше, только чтобы свои риски снизить. И вот первая лекция, которая у нас в своем была, о том, что облинились, рынок изменились, рынок изменились, поставщики, рынок изменились, банковские разные, разные, запады денег, и, конечно, на уровне, ничего делать не будем, потому что, если, то есть, более смертная партия из-за рубежа, то есть, получить вольную, и все равно. ровно точно так же мы при работе старшего партнера отдаем деньги за границу, если они как бы вам не получили. И, чтобы это не стало предметом разногласий, наших клиентов, то есть, мы их встречаем, то есть, не входят в срок доставки. Обращайте внимание, отсюда сразу, я об этом буду говорить много раз, срок доставки планируем заранее, заблаговременно, то есть, не надо, не надо все это планировать с колес, могут быть нюансы, если у вас большие, какая-нибудь большая выставка, экспозиция, вы договорились организовать ее в Европе, то, и в какой-нибудь, скажем, месяц, ноябрь или декабрь, там будет столько машин на таможне, на границе, что простой может составлять там неделю, то и две, или вот, когда вот сейчас всякие политические идут, трения. Поэтому вот, то есть, отношения между клиентом, экспедитором, это все будет реализовать закон, потому что, чтобы так-то заранее это все дело разрубить, чтобы исключить какие-то подводные там, вот, у нас с вами есть закон. для того, чтобы транспортными уставами, кодексами, и в зависимости от, но мы с вами уже заговорили про срок доставки, да, и все же, если срок доставки договора не прописан, то как вы можете согласовать срок доставки, как вот в нашем случае мы ставим максимальный, либо это если скажем, экспедитор говорит нет, там сейчас на лицо, там даже юрлицо, то есть, насколько я знаю, установленный срок, сколько должен быть, как он рассчитывается, то есть, для автотранспорта, например, это 300 километров в день, то есть, если вы отказываются прописать, то есть, 300 километров в день. И теперь считайте, если это Испания, сколько до Испании, где-то 4000 километров, то есть, примерно за полторы недели, ну, за две, да, то есть, груз, 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 срок доставки это важно, он должен быть и он должен быть прописан. Рассматриваем нормативную паузу, она небольшая, буквально одно правило, один приказ, один закон, который был изменен совершенно недавно, в 20-м году, почему не было это недавно для меня, потому что до этого закон не менялся около 30 лет, были придуманы правила, 30 лет работали, но все меняется, меняются технологии упаковки, материалы, и, ну, и, я разработал новые практики, про риски поговорим, здесь я их, сейчас, поверхностно, затронул, и в следующей лекции я целый блок подготовил, где про риски будем говорить достаточно серьезно, рассмотрим, что ждет, какие риски, не только от упаковки, но и от других, каких-либо действий, если будет нарушено правило перевозки, какие нас ждут риски, вот, затем мы сегодня рассмотрим с вами варианты упаковки, виды, материалы, какие используются, маркировка, и, конечно же, будут кейсы из практики, с чем мы сталкивались во время перевозки, какие нам, какие нам неприятности выставляла неверная упаковка со стороны клиентов, с нашей стороны, какие есть проблемы с кем упаковка на использовании, используемые, используемые материалы, и так далее, поэтому поехали, если вопросы будут, записывайте, задавайте, мы будем, будем, мы будем рассказывать, начинать ломать, и повредить то, что находится внутри, и опять же, при распаковке, один из самых частых моментов, когда при распаковке идет повреждение, вот недавно был случай, клиент получает груз, говорит, вы неправильно распаковали, вот он там, картина, холст, вот он, подсарапан, и он говорит, а покажите в видео, как он у вас, как вы вскрываете, а видно, что коробка была вскрыта, и он показывает, вот я вот так вот вскрываю, и внутри скотч не наш, ну как, не то, чтобы скотч, скотч уже вскрытый был, кубик надрезан, там были элементы вскрытия, что вот она уже была развернута, и, то есть мы, мы когда покоим картины, то есть лицо к лицу, это же любящий, помещаем, а здесь вот, люди тут, в очередь ставили, вот лицевая сторона, тыль, тыльная сторона, колецовая, вот так вот мы составляли, и естественно, что с той стороны картины, есть разные крючки, чтобы вешать, и она поцарапалась, вот, мы достали с наших, как мы видим, как оно будет, как оно будет, все, как оно все, как крисовщий процесс, крисовщий процесс, крисовщий социальная сеть, в контакте, в инстаграме, размещал, доказывал, как раз, с камерой, ее наблюдения, что у нас, все будет, как, более двойное, как это необходимо сделать, да, все это, как это сделать. Клиенту показали, но он, ну, короче, претензий у него нет, потому что он видит, что действительно все было верно. Может быть, это его доверенные люди, которые, то есть, дом, дом, когда мы доставляли, солидное, то есть, есть люди, которые достали, убрали, может быть, они неправильно убрали, вот, произошло, там, таможню, там, там, все открывают, они при своей, какие-то, вы знаете, различия, скотч, какого-то, печать, реакт, осмотра, что-то происходит, какие-то, здесь вот мы не ходили, что у нас будут показаться. И поэтому, это важно, еще один момент, когда мы распаковываем, когда мы начнем с картины, мы поднимаем, коробка, открыли крышку и тянут. И понимаем, что картина большая, и хватает разворота, чтобы ее туда вытащить. Отпускает крышку, перехватывает картина, и дальше начинает длина. Что это значит, это, что это за данный момент, почему нет, если, если открыть крышку и не до конца, а выкрутили болт, когда не выпускают, оно как дракола ее пробивает. Очень распространенный из куличных режим, который мы используем для искусства, то есть экспорт, это без возврата груза. То есть, очень важно правильно определить таможенный режим. Дело в том, что чаще всего, когда художник отправляет свою картину в продажу, то есть это экспортная операция, то есть нужно здесь оформить груз, чтобы он улетел, и все, то есть без права, то есть у него больше здесь множится, оформить документы, отчерпение, по документам, все, то здесь ему больше возвращаться не планируется, то есть при этом в каждой из этих указанных операций таможенных платежей нет. Любовь еще раз напомню, дает лиц, и с лиц. Поэтому данный режим чаще используется для продажи искусства, когда владелец и коллекционер отправляет искусство из одного слова в другой слой был, и он использует данную процедуру, и она удобная. А также большую часть выставок использует, когда автор отправляет, допустим, на выставку в Европе, в Германию, в Францию, то есть он отправил из России, он не привязан никаким сроком, далее после распоможки груза в Европе он может и искусство продать, подарить, не знаю, перекрасить эту картину, то есть у меня нет никаких обязательств, и дальше, когда происходит процедура экспорта, и дождик на галерее участвует в таких мероприятиях выставки, чем эта процедура выражает, не привязана к срокам, и здесь может быть, допустим, в Великобритании вовыть на выставке затем взяться, там может отправить груз в США, в Канаду, это очень удобно для некоторых вынимая вашу цель конечно, это может быть удобный инструмент или когда вы отправляете 10 картин, а затем через какое-то время припоедите там сами две картины кому-нибудь подарите, из этих остается 6, часть три картины отправите в разные европейские страны, ну три картины по завершению стихи выписываете сами.